Мы теперь дадим слово главному нашему специалисту с точки зрения военной истории партизанского движения Евгению Борисовичу Пенечу. Пожалуйста. Дорогие ребята, мне трудно, как вас назвать, фанатичными патриотами или патриотическими фанатиками, потому что то, что вы делаете, подлежит только такой классификации, потому что кроме вас, можно сказать, по-настоящему никто этим не занимается. А теперь к делу. Когда в Крыму началось организовываться партизанское движение, весь Крым был разделен на пять партизанских районов и Керченскую автономную группу отрядов. В первый партизанский район входил Старокрымский отряд, Феодосийский отряд, Кировский отряд и Судакский отряд. Феодосийский отряд базировался здесь, в районе Кизилташа, а Старокрымский отряд здесь, между горой Карабурун и, как партизаны называли эту гору, ведьма Джадыкая. И все это урочище и лагерь они называли ведьма. Поэтому здесь базировался Старокрымский отряд. Командир Старокрымского отряда Георгий Водопьянов, начальник штаба Кропачев и комиссар Ананий Митрофанович Крюков. Нужно сразу сказать, что командиром Старокрымского отряда был назначен Водопьянов, директор Старокрымского лесхоза. А помощником у него, начальником штаба, стал Кропачев, главный инженер Старокрымского лесхоза. И в связи с этим нужно сказать, что лесники внесли огромный вклад в дело становления партизанского движения. В заповеднике бывший директор заповедника Рынковский, лесничий, Буковский, Кособродовы, лесники, Науменко, Легуши в 5-м партизанском районе и в 4-м партизанском районе, лесник Кравченко, Мария Климова, здесь во 2-м партизанском районе, Григорий Назаров, директор Айленминского лесничества, ну и здесь Кропачев и Водопьянов. То есть это люди, которые знали лес, и без них бы невозможно было выбрать такие укромные места, которые до последней возможности не были найдены оккупантами и находились в наиболее таких возможных местах. Вы знаете, что Крым – это очень маленькая территория, до любого ближайшего населенного пункта 5 километров. И вот здесь выбрал место Водопьянов, и здесь в ведьмином углу начали строить землянки. Было построено 3 землянки на 45 человек, патронные ямы расположены по всему лесу, особенно вдоль Гортоповской дороги по хребту Туар-Олан, по верху и в Шатиловской балке. Кроме того, продовольственные ямы были здесь, в Османовом Яру и на горе Карабурун. Водопьянов пошел партизанить в отряд вместе с семьей, с женой и с двумя дочками 16-летними, Надей и Розой. Надя впоследствии стала женой командира 1-й партизанской бригады Федоренко, знаменитого. Они, когда строился лагерь, находились здесь у лесника, около Камгалыча, крока родника, вот буквально здесь 500-600 метров наверх. То есть семья Водопьянова жила здесь в домике, в то время, когда строился этот лагерь. Немцы захватили Старый Крым 2 ноября 1941 года, а 30 октября и 1 ноября сюда вышел Старокрымский отряд, который формировался из соупорт-актива и колхозников. Вышло сюда 68 человек, в том числе 14 женщин. Расположились здесь, в этих землянках, и начали готовиться к своему главному делу, ради которого они вышли в лес, к нанесению урона немецко-румынским захватчикам. К ним здесь же присоединились несколько военнослужащих. Ну, впоследствии стали знаменитые фамилии Козин, Меркулов, Крыхтенко. И, в общем, уже где-то к 10 ноября здесь собралось 105 человек в общей сложности. Военнослужащие присоединились к Старокрымскому отряду, принесли с собой опыт боев, автоматическое оружие, укрепили отряд, и таким образом отряд с помощью военнослужащих становился на ноги. Всего в отряде было три группы. Две боевых, одна разведывательная и хозвзвод. В хозвзводе сосредоточились в основном женщины, которые были медсестрами, поварами, обухаживали партизан, занимались стиркой, ремонтом одежды и так далее. Но вместе с тем они и ходили вместе с партизанами на боевые задания. Уже 5 ноября здесь выпал снег. Причем снегопад в 1941 году был такой сильный, что уже где-то к 10 ноября было 30-40 сантиметров снега, и установился устойчивый снежный покров. Поэтому отряд сразу же попал в тяжелые условия. И после первого боя, который Водопьянов провел на Феодосийской дороге, это в районе, только вы сейчас дорогу представляете себе ту, которая была старая, а не та, которая сейчас. Вот когда старая дорога выходит недалеко от Шахмурзы наверх, на новую трассу, вот примерно в этом месте Кропачев вывел одну боевую группу, 35 человек, и с вечера усадил всех там в засаду. Ночь провели на морозе, а утром дождались три немецкие грузовика, которые с Грушевки, с перевала разогнались и катили под уклон туда, к тому месту, где находились партизаны. Партизаны дружно из автоматов и особенно из винтовок СВТ, это самозарядная винтовка Токарева, они были партизанами переделаны на автоматы, у них было подпилено, шептало, и из этой винтовки можно было стрелять, как из автомата. Они сразу вот из этих винтовок, из ручного пулемета, из двух или трех автоматов, которые имелись в отряде, обстреляли эти два грузовика, два грузовика сожгли, а одному удалось прорваться в Старый Крым и там доложить комендатуре, что на дороге их обстреляли партизаны. И таким образом партизаны заявили о себе, и немецкая комендатура в Старом Крыму, филиал отделения гестапо Симферопольского, который был здесь в Старом Крыму, сразу начали принимать меры для того, чтобы противодействовать партизанам. Уже 10-го числа здесь, если подняться наверх, там есть беседка, Никина, по-моему, называется, а к ней выходит по балке дорога от памятника десантникам от бывшей татарской деревни Бакаташ. Вот там есть родник Фундук-Бунар, кто ходил и кто знает. Вот у этого родника была застава партизанская, которой командовал Селементьев. Селементьев, это начальный край здравого дела Крыма. Он пришел сюда в Старокрымский отряд, ему уже было за 50 лет, человек прошел 4 войны, имел боевой опыт. И вот застава во главе с Селементьевым обстреляла немецкий разведроту, которая шла выяснить, уточнить место, где находятся партизаны. Немцы бежали, потеряли несколько человек, бежали в Бакаташ, и вместе с местной полицией, которая уже к тому времени в Бакаташи сформировалась, и отряд добровольцев, начали готовиться к нападению на Старокрымский отряд. И таким образом с этого момента начались здесь постоянные бои. Точно так же действовал и феодосийский партизанский отряд, базы которого были, перевалечная база была в Кезилтарском монастыре. Дело в том, что феодосийцы создали отличные запасы продовольствия, но хранили все, что в Кезилтарском монастыре, просто не знали, как себя поведут немцы, какой будет эта война, потому что практически никто из партизан, начавших партизане в 1941 году, почти никто не имел боевого опыта. Буквально один, два, три человека на все партизанское движение. Поэтому они думали, что им удастся отсидеться в Кезилтарском монастыре, и немцы туда не придут. Однако немцы оказались весьма подготовленными к боевым действиям, имея такой колоссальный опыт и дошедшие до Крыма, и они сразу взялись за феодосийский отряд, который начал громить их на дороге Судак-Щебетовка-Феодосия. И 12 ноября немцы провели большую карательную операцию против феодосийского отряда. А по договору с Водопьяновым, командир феодосийского партизанского отряда, капитан Макраус, он имел тесный контакт с Водопьяновым, и они договорились, что если немцы нападут на Старокрымский отряд, то феодосийцы придут на помощь, а если начнут громить феодосийцев, то на помощь придут Старокрымцы.